приветствую всех сборка 3840 новый игровой системный блок в корпусе fsp cnt 240 ни разу мы корпуса fsp не привозили вот две машинки собрали интересные коробки большие от именитого бренда и в этот корпус можно даже поставить привод вот такая удивительная особенность есть сверху разъемы 2 usb 3.0 2 usb 2.0 выходы на наушники на микрофон но на верхнюю панель можно поставить вентиляторы 120 либо 140 миллиметров тут у нас есть сплошная перфорация сбоку прозрачная боковая панель в рамке из оргстекла ну и такой недорогой корпус 200 тысяч рублей всего лишь стоит корпус с таким вот чудным функционалом нижнее расположение блока питания здесь все по стандартные корпус большой поместится любое железо корпус довольно таки продувной сбоку у нас есть отверстие под воздух можно поставить вентиляторы на переднюю панель 2 вентилятор 120 миллиметров помещается водянка здесь скорее всего не поместится не хватает отступа построен системник на базе процессора intel core i3 10 100 f 4 ядра 8 потоков вплоть до седьмого поколения эти процессоры именовались и седьмыми но сейчас новом поколении десятом он уже называется i3 приставка говорит о том что встроенной графики нет ну и за счет этого процессор очень недорогой стоит всего лишь 6400 рублей и у него просто нет за эти деньги конкурентов ближайший конкурент от амд райзен 3 1200 of слабее так процентов чуть ли не на 40 30 тысяч набирает против 50 тысяч попугаев то есть цепок винаида у нашего а и 3 65 ваттные процессоры не умеют греться базовая частота 3 6 до 4 3 гонится в turbo boost но на все ядра доступна частота 4 тысячи 100 мегагерц охлаждает процессор оригинальный интеловский кулер который идет в комплект такси седьмыми 10 700 если для седьмого его маловато то для и 3 более чем достаточно имеется медный сердечник кулер работает бесшумно и хватает этого кулера вплоть до и 5 без приставки кей но материнская плата здесь на бы 560 чипсете на 7 фазах питания и мысай бы 560 м а про два слота под оперативку до 64 гигабайт можно поставить причем чипсет наряду за чипсетами может гнать частоту памяти есть такой штатный радиатор на ssd накопители вам два разъеме сюда можно ставить как с нвм и интерфейсом так и сато но в данном случае у нас стоит с нвм и интерфейсом а дата xpg 6000 лет у которого даже свой радиатор есть но мы им даже не воспользовались мы поставили штатный радиатор через термопрокладку охлаждает накопитель 256 гигабайт объем соответственно предполагается что здесь будет еще жесткий диск сейчас он не посчитан можно поставить новый терабайтник стоит трешку можно принести свой жесткий диск мы его бесплатно добавим так как у нас бы 560 чипсет то грех было ставить простую память и памятью на стоит джей скил грипп джавс на 3200 мегагерц профиль разгона на 16 таймингах тип комплект или такие вот шикарные радиаторы металлические в общем платформа у нас довольно таки породистая видеокарта из-за дефицита видеокарт начали запускаться не видеокарты серии r7 r9 данном случае это r7 350 производства фирмы а fox имеет гддр пятую память и уровень производительности geforce а жить их 10 30 надо дир 4 память прямо один в один ну собственно она и стоит столько же но из преимуществ то то же самое что 1030 что этот r7 ну разве что на дир 5 памяти довольно таки большой массивный кулер видеокарта выглядит уже более менее похоже на видеокарту вот пожалуй это есть отличие от geforce 10 30 надо дир 4 который выглядит совсем-совсем убого но по производительности к сожалению все то же самое с другой стороны то видеокарта которая будет сильно мощнее это как минимум gtx 10 50 я стоит уже 23 24000 а это стоит у нас 7800 рублей столько же сколько 10 30 у корпуса штатный вентилятор 120 метров на выдув работающий производстве fsp ну и такая вот имеется симпатичная подсветка по цене машинка у нас получилось 35 тысяч 500 рублей стоит здесь 600 ватный блок питания фирмы аккорта в будущем если видеокарту и увеличивать то проблем с модернизации здесь не будет спокойно можно будет добавить как и более мощную видеокарту но сразу же мы получаем шикарную платформу на b560 чипсете быструю память памяти будет достаточно и очень быстрый nvme ssd накопитель такая получилась у нас машинка в 35 тысяч